Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Александр Глазов, поэт, член литературного объединения Звенигорье. Здравствуйте, Александр Евгеньевич! Здравствуйте! Очень рада с вами познакомиться. Сегодня принесли свою книгу, она вышла в печать совсем недавно, но пишете вы давно. Вот расскажите о вашем творческом пути. Я начинал еще писать, еще в старших классах, я восьмеретку кончил, в школе. Ну, стихи еще не серьезные были, а... О чем это были стихи? О любви? Ну, в те годы, да, большинство о любви. Ну, потом уже, когда окончил техникум, я в техникум окончил Тучковский автомобильный транспортный техникум, ну, уже стал писать на более серьезную тему. Кстати, вот стихотворение напечатано в этой книге «Мать», я ее назвал, как раз и написал, служа в армии, это в учебке, в 71-м году. Давайте прямо прочитаем. Стихотворение называется «Мать». Седые волосы, глубокие морщины, стоит старушка над могилой солдата. Она когда-то проводила сына, ушел он на войну, оставив стены хаты. А ровно через месяц похоронка, и сжалось сердце в ледяной комок, и на колени встав перед иконой, с дрожащих губ лишь вырвалось. «Сынок, как больно матери узнать о смерти сына, ведь это словно сердце вырвать прочь. И в жилах материнских кровь остыла, теперь ведь ей ничем нельзя помочь. С тех пор давно уж отгремели грозы, глаза у матери печально и грустны, и вечерами шепчут ей березы о сыне, невернувшейся с войны. Седые волосы, глубокие морщины, стоит старушка у гранитной плиты, потом, отдав поклон земной, уходит, оставив на плите свои цветы». Это вот стихотворение 71-го года. Вы все свои стихотворения помните? Нет, не все. Но есть те, которые, наверное, запоминаются, да? Конечно. Ну, во-первых, я пишу простым языком. Я не Пушкин, вот, и не выдающийся поэт, но стараюсь писать простым языком, чтобы людям было понятно. Ну, вот смотрите, практически на протяжении всей вашей жизни вы пишете стихи и не только. Работаете в поэтическом жанре, есть и басни. Но почему вы только сейчас издали книгу? Кто подтолкнул? Ну, подтолкнули, во-первых, те, которым я читал стихи. То есть они все время говорили, Саше нужно издавать. Ну, да, подтолкнули мы к этому. Но я вроде не хотел сначала, но потом понял, когда вот поступил в литературное общество Звенигорье. Кстати, как познакомились с Георгием Петровичем, как познакомились с Емельой Александровной и со всеми поэтами литературного объединения Звенигорье? Кто вас туда привел? Или вы сами пришли и узнали об этом сообществе? Ну, мне сказала сначала, вот, жена, вот, Марина, говорит, вот есть такое общество, там, продавцом в магазине работает, и вот, есть такая женщина, давайте познакомлю ее, и это самое, она тебя сведет с людьми, нужными. Ну, вот, я так познакомился, мне сказали приехать сначала в Дом культуры в Каринское, вот, кстати, вы там были, вот, и вот я познакомился с нашим ведущим, вот. С Георгием Петровичем. Да, с Георгием Петровичем познакомился, и он, прочитав мои стихи сначала, ну, напечатанные на листочках, и дал мне добро, тебе надо, говорит, печататься. Вот он меня, в принципе, и подтолкнул на это дело. Ну, я вот, значит, отобрал самые такие, которые нравились и людям, которым я читал, все, и вот решил напечатать книгу, вот, напечатались. Сколько всего было отобрано стихов? Потому что, я думаю, написано их гораздо больше. Ну, конечно, больше написано. Но отобрало 32 стихотворения. Тут все и басни, и на военную тематику. Особенно меня привлекает писать на военную тематику. Почему? Потому что у меня два дяди воевали. Один, значит, всю войну прошел, вот, окончил войну в Венгрии. Второго дядьку очень сильно контузило, он освобождал Ельню, дядя Саша, и его демилизовали. Он не смог дальше воевать. Вот. А третьего дядька, он самый младший, это все братья моей матери, вот. Вот, стреляли немцы в деревне Высоково. Он еще, его в армию не взяли по болезни. Ну, и получилось так, что вывели, как заложников, короче говоря, отобрали. И он был расстрелян. Вот. Ну, а по рассказам, вот, одного, второго дядьки, что они рассказывали. У меня все откладывалось, это самое, в голове. Вот. И под впечатлением вот их рассказов, как это происходило, они рассказывали так, как по телевидению не показывают. Вот, на самом деле. Вот. Они рассказывали так, как было. И вот я старался так, как было, вот, отразить в моем стихотворении. Читайте. Вот. Вот. Хотя бы вот это стихотворение называется «Живая вода». Уж сколько лет прошло с тех пор, мне память не дает покоя. На фронте были чудеса, а вот случилось и такое. Весною был еще апрель. Лучами солнце припекало, но начался вдруг артобстрел. Такой, что небо жарко стало. И застонала, мать-земля. Как будто ад стоял кромештый. Помилуй, Господи, меня. Прости и защити нас, грешных. Минут пятнадцать бушевала артиллерийская метель. И тишина. И слышно стало, как где-то капает копель. Когда немного просветлело, и черный едкий дым прошел, мы все увидели березы, обрубленный шершавый ствол. Один солдат встал из траншеи, к березе белой подошел и, прикоснувшись к ней рукою, встал гладить поврежденный ствол. И вдруг почудилось солдату из-под корней, из глубины. Береза вдруг ему сказала «Испей живой моей воды». Солдат подумал, снял свой сидор, достал походный котелок и, молча, стоя на коленях, стал набирать березы сок. Нам по нему показалось, солдат как будто бы застыл, как будто просит он прощения, что, мол, ее не защитил. Сок лился тонкую струею, на солнце искрами искрясь, и с непокрытой головою стоял солдат, не шевелясь. Никто не проронил ни слова. Все будто замерло вокруг. Ни звука даже не слетело с обветренных солдатских губ. Солдат нагнулся, осторожно поднял помятый котелок, губами припадая к краю, он сделал маленький глоток. Потом допил, перекрестился и что-то тихо прошептал. Закинул за спину винтовку, назад к траншеи пошагал. Хотите, верьте или не верьте, с тех пор, покуда шла война, солдата этого от смерти березы влага берегла. Как будто он и в самом деле живой и спил тогда воды. Не раз она его спасала и отводила от беды. А если кто-то не поверит, мол, в раке это, то да все. Все это было. Это правда. Что я могу сказать еще? Замечательные стихи. Вот такое стихотворение. Ну, а много во время войны пропадали без вести солдаты. Упал, нет записки в пенале. И это. Вот об этом я тоже написал. Мою дядьку рассказывал, сколько погибших. Ну, сейчас мы прочтем стихотворение, которое называется «Столица нашей Родины». «Столица нашей Родины, Москве, могила неизвестного солдата. Как память о погибших на войне в жестоких схватках и боях когда-то. И если погибал солдат в бою, и данных нет в пластмассовом пенале, над ним лишь свежий холм, душа в раю, и некому писать, чтобы не ждали. А сколько безызвестных полегло? От Москвы и до Берлина. Порой упал, присыпанный землей, и неизвестно, где его могила. Про них писали. Без вести пропал. От этого лишь только было горше. А он лежал под Курском и Москвой, под Ржевом, Могилевым и под Оршей. Кто мирно спит под мраморной плитой, а кто и просто под листой опавший. Они теперь пред Богом все равны. И с именем, и без вести пропавшие. Ну, такие слова сложились. Судя по рассказам моих дядей, которые воевали. Это же было. Пишите стихи именно находясь под впечатлением, или как это происходит? Как к вам приходит ваша музыка? Ну, приходит, когда, вот я работаю, допустим, да, вот, или где-то на машине, ну, в голову. Вот смотришь фильмы, да, по прочитанным книгам, по рассказам вот моих родственников, которые воевали. И захотелось мне написать, допустим, вот как «Живая вода». Вот, это тоже оттуда взято, вот, из рассказа его. Это было, значит, на самом деле, ну, я маленько там еще добавил, конечно. Вот, рассказ это не тот, как в моем стихотворении. Но все равно это было. Гладил березу. Вот, тут не бой, ничего, просто бомбежка. А я хотел показать, вот, именно русских солдат, на что они способны. Им даже вот в такой период он пожалел березу. То есть отношение, вот, к нашей родине, к природе, вот, к погибшим. Вот я это и хотел все выразить в этом стихотворении. Кто ваши первые и самые главные критики? Кому вы читаете в первую очередь свои стихи? Простые люди. Простые люди. Вот написал, как я вам рассказывал, я в заводе работал, да, вот. На листочке написал. Иду, допустим, в один цех, в другой, это самый цех, да. И вот даю ребятам, они читают. Вот, и потом мне говорят. Ну, вот, встречают меня, потом, значит, говорят, идут с работы. Говорят, Саш, ну, сильно написано. Вот тебе надо, вот они мне тоже говорили, надо тебе печататься. Но все вас вообще поддерживают, да, вот, в вашем творчестве, в вашем деле. У меня дочь, значит, пробовала, ну, не пробовала, от слова моей стихи в интернет. Как-то. Вот. Вот. И на мое имя пришли отзывы. Вот, особенно про войну, про природу. Здесь у меня стихи есть. Ну, я не буду, значит, хвалиться, но действительно, ни одного отзыва плохого вот тут практически не было. Ну, что писали люди? Вот, поверьте. Ну, вот я написал, допустим, «Живая вода», да, мать, отсылал в интернет. «Осень», про природу, здесь есть. А стихотворение про счастье, что такое счастье. Вот вы думаете, что такое счастье. Вот фильм показывали, даже до понедельника, да. Парень написал сочинение, значит, «Счастье – это когда тебя понимают». А в вашем понимании, что такое счастье? А в моем понимании, сейчас вам прочту. Что такое счастье? В жизни все вопрос. Я о нем не думал. Просто рос и рос. Годы пролетели, не заметил как. Дети, дом, работа. Вроде бы все так. Иногда был весел, иногда грустил. Не жалел о прошлом. Просто жил и жил. Для кого-то счастье – денег, полный воз. Для другого – дача с миллионом роз. Для кого карьера слаще, червяно. Ну, а кто мечтает, чтоб любви везло? И каким оршином, мерою какой, счастье, чтоб измерить? Выбор непростой. Может, оборвется в моей жизни нить? Я отвечу. Счастье, чтобы просто жить. Все просто. Да, все просто. Живи, как говорится, и радуйся, что ты живешь. Делай хорошие поступки. Делай, чтоб тебя заметили. То есть оставь след. Свой след, когда тебя не будет. Чтоб люди тебя помнили. Первый шаг к этому вы уже сделали. Книга вышла в печать. Я знаю, что сейчас продолжаете работать дальше. То есть есть планы? Есть, конечно. Наметки у меня есть. В червяках пока. О чем будет вторая книга? Нет, это я вам не скажу. Это пока секрет? Ну да, не буду это самое. Примерно когда планируется выход? Ну, в следующем году. Вы много сегодня говорили, что пишете о природе, и, в принципе, ваши стихи пропитаны этим. Может быть, что-то прочтете? Люблю, когда осенний дождь по крыше громко барабанит, Когда прохладный ветерок с сухими листьями играет, Когда пушистый первый снег, Кружась на солнышке искрится, Снежинки водят хоровод И тает на моих ресницах. Люблю, когда зимой мороз Узоры на стекле рисует, Когда на небе море звезд Все это так меня волнует. Когда весной бегут ручьи, Водой овраги наполняют, И прилетевшие грачи Все гомонят, не умолкая. Люблю, когда жужжит пчела, Треться ловья перед рассветом, Когда прохладная вода Ласкает твое тело летом. Как колосится в поле рожь, Как пахнет в огороде мята, Надеюсь, что ты меня поймешь. Природу я люблю, ребята. И призываете всех любить, Беречь природу нашу. Ну да, и вот еще, если хотите, я просил. Конечно, хотим. Осень. Осень называется. Как расчет осенний пара? А чай очарований? Да, только у меня нет таких фраз, А чай очарований это там другие поэты писали, Которые постарше и по опыте меня. А у меня простое, ну, как я уже говорил, Чтоб люди меня понимали. И читалось просто. На рябидне грозди залили, Желтый лист упал к моим ногам, Вдоль опушки молодые ели, Словно нарядились в сарафан. А над лесом яркой позолотой Полыхает яркая заря И течет, как будто с неохотой родника, Прозрачная струя. Уж не слышно птиц многоголосия, Потеряла ива пышность кос. Не шумят созревшие колосья, И не видно луговых стрекоз. За деревней одинокий трактор Режет плугом жесткую стерню. За рекою, проявив характер, Пестрый дятел пробует сосну. И уже слышны раскаты грома, Закружила листья над прудом, Надо мной туча разразилась Проливным нерадостным дождем. Оно такое короткое, Ну, тоже про осень, про природу. А есть ваше самое любимое стихотворение От этой книги? Самое любимое, которое вам вначале прочитал. Мы уже прочитали. Мать? Нет. Живая вода? Живая вода. Оно почему-то, Я не знаю, чем дорого. Наверное, Как дядя мой рассказал, Что у них было на фронте, Я вот под его рассказом, Под впечатлением написал это стихотворение. Мне очень нравится. Ну, естественно, мать. Вы сказали, что пишете и басни. Здесь в этой книге тоже есть. Может быть, что-то прочтем. И о чем ваша басня? Чему они учат? Чему? Относиться к людям. По-людски. Вот. Я вот на заводе работал, Значит, все, смотрелся. Я назвал басню «Медведь и пчелы». Ну, «Медведь» – это, значит, руководитель. А пчелы – это сотрудники, да? А пчелы – это сотрудники. Те, кто трудятся ежедневно. Вот. Эту басню прочитали. Ну, приложили к любому. Допустим, на заводе люди трудятся. Вы на телевидении, допустим, трудитесь, да? Везде какие-то заморочки, какие-то неполадки, отношения, вот, допустим, начальство к вам. Есть такие, это самое, моменты. Александр Евгеньевич, а вы замечали, что, вот, вы же рассказывали о том, что читаете ваши стихи, и читали сотрудникам и коллегам, да, в первую очередь. Вот что они меняли как-то людей после прочтения, может быть, взгляды, заставляли задуматься, может быть, иначе посмотреть на ту или иную ситуацию. Были такие случаи? Народ как работал, так и работает. А вот я писал для того, вот эту басню, чтобы начальство задумалось, как к людям относиться. Ну, задумалось? Ну, как сказать? Для этого я писал. Вот, послушайте. Вот, тут очень простым языком. Давно известно, что медведь до сладкого уж очень падок. За мед он был на все готов. Продукт пчелиный, больно сладок. И как-то лежа под сосной, вдыхая запахи лесные, он размышлял, как бы достать на завтрак соты медовые. То за ухом почешет друг, то поскребет как-то в затылок. Тут мимо пробегал барсук, облезло весь, ну, как обмылок. И надо вам сказать, друзья, хоть зверь барсук и мелковатый, башка варила у него. По жизни был он хитроватый. Медведь заметил барсука, ударил лапой по сосенке, не очень сильно, так слегка, и зарычал на барсучонка. Ну ты, облезлый, подойди, представься, кто ты и откуда. Ведь я хозяин здешних мест. Да не дрожи ты так, паскуда. Ты лучше вот что мне скажи. Как сделать так, чтобы не работать, как в сказке жить и не тужить. И до отвала мед не лопать. На что барсук сказал в ответ. Ты долго тут не фантазируй, а пасеку со всей семьей возьми и всю приватизируй. В то время хаос был в лесу. Тащили все, что было можно. Кто днем, прямо в наглую волок, кто ночью, очень осторожно. Медведь всю пасеку загреб, потратив сущие копейки. Принадлежал и Метому, и все пчелиные семейки. Теперь и пасека, и пчелы, а также Кабинетова, короче, все его хозяйство стало называться ОАО. Харкан назначил инженером, чтобы за порядком он следил. Лисица стала завотделом, куницу в бухе посадил. Сидели в сбытии три сороки, охранником стал серый волк, на кадрах боседала жаба. Зверя, как видно, знала толк. Стал жить медведь довольно сытно. Купил нулевой Мерседес, а к пасеке, ну, очень редко свой проявлял интерес. Сороки знали дело туго. Сбывали мед всему зверю, про свой карман не забывали, в день выходило по рублю. Харек с лисой имели долю, как говорят у нас в миру. Ну, в общем, пили, ели, в волю. Но все забыли про пчелу. А ведь она, как говорится, летит заданию полевой. Ей тоже нужно бы кормиться не только липовой пыльцой. Медведю все же звери ближе. До пчел ему и дела нет. И каждый месяц в кабинете идет очередной банкет. Эх, был бы пасечник умнее, и был бы за пчелой уход, тогда б не только килограммы, по тонне добывали в год. Мораль всей бастии, очевидно, башкой пора соображать, что было больше вулья меда, не надо пчелок обижать. Ну, оно такое вроде чуть юмористическое, с таким оттенком смеха. Ну, когда я басти прочитал, да, ну, ребята, ну, все, ну, просто в шоке были. Изумились, наверное. Да. Как тонко подмечено. Да. И главное, кого я здесь отметил, узнавали сами себя. То есть все сюжеты, которые отражаются в ваших стихах, это либо услышано, либо где-то увидено. Да. Ну, вот это, вот это самокруточка, я написал, это как песня будет. Ну, значит, я уже мелодии сочинал дома. То есть вы не только пишете стихи, но пишете музыку, играете на музыкальных инструментах? Музыку я не пишу. Я, как бы, не могу на ноты переложить, понимаешь? У меня все в голове, я мелодию в голове придумаю и играю. У меня слух нормальный. Ну, поэтому я вот наиграю мелодию на мое стихотворение. И по стихотворению уже по этому, значит, вот я пою. Ну, допустим, я прочту без мелодии. За три года не так уж и мало исходил в фронтовых ягдорог. И подчас мне тебя не хватало, табачком я рожиться не мог. Самокруточка, самокруточка, из кесета в газетку щепоть, самокруточка, самокруточка, согревала и в туру, и в дождь. После боя, прижавшие друг к другу, когда гром артиллерии стих, зимнюю ночь в холодную вьюгу мы курили одно на двоих. Вот. Ну, у меня разные здесь это припевы. Вот. Майский девич покорил на Берлине. Нам с тобой никогда не забыть. Ну, твой голос я слышу и ныне. Эй, браток, ну-ка, дай закурить. И в кармане своей геностерки сохранила кесет фронтовой. Хоть давно я не курюю махорку, он мне дорог, как друг боевой. Вот. Самокруточка, самокруточка, из газета полосок нарвем, самокруточка, самокруточка, мы покурим и снова споем. Вот такая вот песенка. Александр Евгеньевич, в завершении нашей программы хотелось бы что-то, чтобы вы прочитали такой настраивающий на позитивный лад. Все-таки сейчас непростое время, очень сложное, и пандемия вносит свои коррективы в нашу обычную жизнь. Но, тем не менее, хочется верить в лучшее, что все, конечно же, пройдет и снова все будет хорошо. Что мы прочитаем? Ну, прочитаем, вот давайте я вам прочту. Мы провожаем, чтобы потом встречать. Мы провожаем, чтобы потом встречать. И расстаемся, чтобы увидеть снова. Молчим, чтобы потом сказать. Грустим, чтобы улыбаться снова. Мы любим, чтобы ревновать. Прощения просим, обижаем. Читаем, чтобы больше знать. И отстаем, и снова догоняем. Порой спешим, боимся опоздать. И дождь ругаем, шлепая по лужам. Хотя в душе мы понимаем все. Не только солнце, но и он ведь нужен. И в этой круговерке, день за днем, становимся мы старше и мудрее. Как жизнь упросишь сделать ход конем, чтобы было немного подлиннее. Но короток, отпущенный нам век, и времени не стоит, а просто мчится. Какой бы ни был мудрый человек, в жизни надо многому учиться. Продолжаем учиться жизни и верить, что все будет хорошо. Да. И ждем с нетерпением второго сборника ваших стихов. Продолжайте писать, у вас это действительно здорово получается. Спасибо за ваше творчество и за то, что сегодня были с нами. Я вас благодарю за то, что пригласили. Надеюсь, когда напишу новую книгу, мы вас ждем с нетерпением. Александр Евгеньевич, я думаю, что вам есть что сказать и что почитать нашим телезрителям. Надеюсь, это тоже будет. До встречи. До свидания. Спасибо вам. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok